Папа, пробуй, снимает. Ладно, мы тогда поехали в Крым. Хуй догонишь? Опять начинаешь. Колхоз красной лапой. Витя, мы в богатстве. Так, вот главный дегустатор у нас, ребята, которому можно... А? Да, да, все, поехали. Блядь, еще один доехал, нафиг, с деньгами. Вы хватит дегустировать. Ура! Ребят, чтобы вы немножечко понимали. Я сейчас нахожусь в Крыму и благодаря, знаете чему? Благодаря сайту Фьючерс Норрес Компани. Потому что я заработал уже 497 811 рублей. Понимаете? Полмиллиона я практически заработал. Уже вывел и вот трачу эти деньги. Сейчас у меня два активных депозита. Один на 300 тысяч, второй на 197. Я уже заработал, блин, ты уже даже не сосчитаешь, сколько я заработал. Больше полмиллиона еще раз заработал. Понимаете? Всего прошло два дня депозита и три дня депозита второго. Фьючерс Норрес Компани это компания, которая помогает мне зарабатывать на искусственном интеллекте, на блокчейн, на биткоине, на лучших стартапах, ребят. Я лично сам в этом ничего не понимаю, поэтому доверяю деньги им и ребята для меня зарабатывают. Ссылочка на них в описании. Давайте зарабатывать вместе. Ребят, всем привет. Короче, приехали мои родители. Он отец сзади сидит. Мама дома. И едем мы, короче, за пивом. Рейдилагер. Открылась новая точка в Солнцево, где раньше орудовала Солнцевоцкая преступная группировка. Еще, ребят, лайфхак. Сегодня праздник, 12 число, День России. И вот знак, видите, автобусная полоса и молоточки зарисованы, значит, что она работает. Ну, это полоса только по будним дням. По выходным и праздничным дням по ней можно ездить. Несмотря ни на камеры, ни на что. И вот я спокойно. А многие этого не знают. Многие едут по своим полосам. Никаких штабов. Я не знаю, что же едем в Солнцево. Вот, ребят, мы приехали. Солнцево, улица Авиаторов 5, корпус 6 здесь. Ну, корпус 6, да. Улица Авиаторов 5, корпус 6. Он попозже здесь. Называется Бир Лога. Бир Лога. Заходите. Здрасте. Здрасте. А Родилагер есть? Да. В общем, ребят, продавец оказался в розыске. Не захотел сниматься. Пиво Родилагер есть. Авиаторов 5, строение 6. Солнцево. Приезжайте, покупайте. Мы взяли, вот смотрите, 4 литра. А этикетки они тебе не привезли, да? Да. Молодцы. Пока без этикеток, но этикетки обязательно довезут. Вот, а то и в цене. Ну, как продавец сказал нам за кадром, пиво офигенское, ребят. Папа, пробуй, снимает. Что, как? Класс. Ну, все, ребят, значит, пить можно. Приезжайте, Солнцево запьем. Ну, не забывайте, еще продается Москейная Волочаевская 12А. И в Красноярске, ребят, сеть магазинов в цене тип пива. Хожешь, я сейчас завезу, еще самогонку попробую? От палочек. От палочек. Настойки стоят, настаиваются. Ну, наливай давай от палочек. Есть укропка, водка, ледовуха. Сначала водку давай. Ты расскажи папе про водку-то. Водка, пшеничная, идеальная водка. Очень похожа на ту советскую, которую мы пили в Солей-Молодости. То есть не сахар? Мрага не на сахаре настояна, а именно на пшенице. Нет, не охлажденная, но вкус приятный, легкий, мягкий такой. Укропка? Нет, давай стоит, давай эту. Это хренауха классическая. Хрена припахивает. Запах, верно. Главная особенность ее в том, что там она очень легкая, освежающая. Ну-ка, давай мне, ты меня что-то так это раздразнил. Хрена тебе, ты думаешь? Налей, Грюмка. Я не за рулем могу поставим, потому что она. Завтра еще до Крыма. До дороги Крыма все еще вывезется. Палыч так рассказал, освежающая. Ну, сейчас они же рады. Даже за рулем можно пить, говорит Палыч. Надо охлаждать все равно надо. Ну, конечно. Грейпфрут, апельсин, лимон. Что там еще, Палыч? Перцовка. Перцовка. Это что у тебя за этот? Мутаген для ниндзя-зерепашек. Помыло. Вишня? Помыло. А вон там еще дальняя. Это не Бордино? А, вот это уже. Пал Фрэш? Боярышник. А, Боярышник. Боярышник Палыч поставил, представляешь? Тот самый из аптеки? Нет, не знаю. А где бутыльки будешь бать? Там бутыльки. В аптеках. Зубровка. Что пил? Зубровку. Это классическая зубровка. Обязательно вот эта травинка. То, что любил пить Владимир Юрьевич прежний. Вот его классический любимый напиток. Оттуда она не пошла. Владимир Юрьевич прежний. Лороса под кусочек мяса. Что-нибудь вот такое. Ну давай, давай-ка мне тоже. Зубровочки. У Таня же права есть? Таня, вот и раз заканчиваю. Я ей покажу. Все три напитка можно не закусывать. Ни водку, ни дубровку, ни хреновка. Ну, да. Хрен вам, а не закусывать. Такие классические. Видишь, Пав, ты везунчик продегустировал бесплатно. Кстати, ребят, вы тоже можете бесплатно продегустировать эти все напитки от Палыча. А платить только нужно будет доставку. И ссылочка на Инстаграм. Не знаю, сайт Палыча может запустить, не запустит. Сплатная дегустация тоже возможно будет. Так что в описании и заказывайте, там пишите. Да. Ладно, мы тогда поехали в Крым. Вы тут не буяньте без меня сильно. Эх. Так, ребята, доброе утро. Следующий день, короче, грузимся. Полный багажник у нас. Три чемодана на всю семью. Сейчас все трогаемся в путь. Ну что, готовы путешествовать? Да. Да, капитан. Да. Ну, сначала, да, итальянцы едут в Крым. Сначала мы, короче, ребят, вбиваем Ростов-на-Дону. Едем в Ростов-на-Дону. Сначала еще воронеж. Хуй догонишь? Опять начинаешь. Короче, поехали в Ростов-на-Дону. Ну, лайфхак, что сейчас навигаторы. Сейчас раньше нужно было ориентироваться по указателям. А сейчас, соответственно, что мы делаем? Ростов-на-Дону. 950 километров. Сейчас еще будет один лайфхак. Сейчас надо на заправку заехать, заправиться. И там купить такую штуку, называется транспондер. Чтобы не останавливаться у каждого шлагбаума. На платной трассе. Да, ребята, в Москве сейчас 12 градусов. Ну, ребят, смотрите, 4 дружочка встретились. Братство мотоциклетное. Камикадзе, как я это называю. Если в аварию попадет, то все на скорости. Давайте, стартуйте. Здорово. Вара такой маленький багажник, да? Да. В общем, ребят, вот такая штучка. Похожа на тампоны. Вот, смотри, оплата услуг. Двушку давай я положу просто. На транспорт. Я полторы положил, пока не знаю. Вообще, это подсказал, ребята. Помните, таинственный гость, который был у нас на рыбалке, на южно-хрониках, Данила Иванович. Такая штучка, да? Да, клею. Еще, ребята, плюс к тому, что ты можешь просто, помимо того, что ты можешь просто, ну, не останавливаться, чтобы оплачивать, а просто там есть свободный ортопрос, и проверяешь, и он у тебя снимает. 20% еще скидка на платную дорогу, прикиньте. Там М1, М4, да? М3, М4, М11, М1. Сначала будет Воронеж, но из крупных городов. Часов через 6, потом часов через 12 будет Ростов. Посмотрим, как по платной дороге ехать. Какое здесь ограничение скорости. Я так понимаю, что никакого камера здесь стоять не должно. 110,5 разрешенная скорость. Трасса вообще шикарно, 3 полосы, где-то 4 есть. Здесь развязка, здесь 3, а так вообще 4 полосы. Транспландер еще не прикрепили, но уже по навигатору показывает, что будет платная трасса. Поэтому я вот так буду рукой сейчас держать. Не знаю, активировался он или нет. Колхоз красной лапой. Где это платная? Трасса это платная. Ты заколебался. Аэропорт, ну что здесь за аэропорт? Все, по платной едем, что ли? Я ничего понять не могу. А вот платный участок. Так, пока папа заливает, я пошел вешать этот транспландер. Мы сейчас ехали с тобой, гадали, как это у нас. У нас полный багажник, а у тебя куда все влезло-то? Ты в Тетрис хорошо играл, убийство. Ну, так все, складывал. Ты даже палатку взял, да? Две. Ты же говорил, мы в гостинице жить будем. Обманул. Зачем она? Ты что, гостинице? Мы тоже палатку ваним. Давай этот, вешать. Транс-транс-паунда. Я вешать будем? Нет, ты будешь снимать. Так, смотрите. Я просто не понимаю, как его вешать в плане того, что горизонтально или вертикально. Вот, рисунок. Ну что, а это что, вверх, вниз? Это вот так. То есть вот так его вешать. Правильно? Вот сюда вот. Да, где спиртовая салфетка? В случае необходимости аккуратно отсоедините от держателя и передайте сотрудник. Теперь это сколько сохнуть будет, блядь, спиртовой салфетки, блядь. Смотрите, ребят, как будто море. Все, мы приехали. Мы приехали. Ребят, Митя, мы в Крыму. Мы в богатстве. Митя, мы в богатстве. Так, еще то, что вопрос, я думаю, сейчас у гости спрашиваю, а где шлагбаума это платная? Мы, кажется, уже едем по платной дороге, а расчет в конце этой дороги. Вот такая фишка. Не в начале, а в конце. Подклеиваем это. Транс-пендер, он был записан. Переверачиваем. Вот, дарюшки. Я не поняла его принцип действия. Мы сейчас будем ехать, будет шлагбаум для оплаты вот этой платной трассы. И там будет стоять очередь людей, чтобы оплатить эту трассу. Потому что нужно тормознуть, открыть окно, и там дать наличку человеку. Там наличка, неналичка есть у тебя. Здесь ты положила деньги и просто пролетаешь, нам будет ворота. Прямо для страны написано будет, транспондером. А как они тебя пропускают? А если ты, например, у тебя его нет, но ты там поехал? У тебя, значит, не считается. Ты не пьешь. Значит, у них не считается, потом тебе, значит, штраф придет. У тебя же там камеры, все это. Камеры же и номер фиксируют. Транспондер, не транспондер. Классно придумали. А сколько он стоит? Он стоит 1300, по-моему, с чем-то. Ну, конечно, полторожку, грубо говоря. И минимум нужно положить на него сразу 500 рублей. 450 километров дорожек. 450 километров? А у нас по бензину осталось 424 километра. Вот, ребят, платная, надо платить. Так, наличные не принимаются. А где транспондер это? А пикнул это у нас? Да, пикнул транспондер у нас. Час, бах. Все, и не надо. Не надо, ребят, стоять, платить в эти будки. Транспондер, хорошая штука. Еще и скидка 20% на дорогу. Сейчас посмотрим, сколько пришла смс-ка еще. А вот, видимо, ребята, видите, в чем фишка? Кончилась платная дорога. Мы сейчас вот оплатили, да, проехали это КПП. И идет всего две полосы в одну сторону. Но вообще, ребят, чувак, грамотно по трассе снял номера, чтобы в трапы не приходили. Херачиваю. Я уверен, у него спереди тоже номеров нет. Ну, а гаишники-то здесь на платных не должны стоять. Им здесь делать нечего. Здесь камеры работают. Может, так же сделать? Мы обогнали мы эту королу. Короче, нету, у него номеров спереди тоже. Вот смотрите. Там зеркало заднего вида видно, что номеров нет. Хотя нет, ребят, смотрите. Вот видите, рубль на Яндекс этом навигаторе. Значит, это платная трасса, мы по платной идем. А что-то всего две полосы. Вот пошло три полосы уже. Ну, ребят, сейчас тульский пряник используем, сколько стоит. Ну, будем или нет? Посмотрите, сколько стоит. Ну, вон, 300 рублей. 300, 300. Не-не-не, поехали, вы чё? Не будем? Да ты чё, издеваешься? Ну, вон, вон, ваши пряники, ребят, тульские, смотрите. Просто мы сладкое не едим, все на диете. Да. Тем более, за такие деньги нахер надо. Вот, ребят, справа проезжаем Куликово поле. Здесь была Куликовская битва. Кто он воевал? Дмитрий Донской. Дмитрий Донской. А с кем он воевал? С шведами? С разных битвей. И с кем? С татарами воевал? Дмитрий Донской с татарами воевал? С сикам. С татарами. Татарам, монгольским. О, транспондер, видите, написано зеленое. Везде по-разному, где-то транспондер, где-то не транспондер. Хоча слушайте, стульки как пиликнет у нас. Слушайте. Раз. Всё. Поехали. Ну да, вот лучше соблюдать два метра, чтобы эта рейденья машина не открылась за ваши. За ваши денежки. Не, представляете, могли бы мы подумать ещё год назад, прошлым летом, что мы поедем куда-то путешествовать на Ягуаре из Москвы по западу России, там вообще на юг, Крым. Да, класс. Ребят, поехали, лежали. Вон туалет душевая. Ваня у нас хочет в душевую. Кто-то в туалет. Вон Добрыня, как вы видите, Добрыня, то есть стоит. Добрыня Никитич. А, ребят, смотрите, ухочется здесь целый погрибочек. Ну, это настойки из магазина готовые, я просто их тестирую сейчас, если у себя на канале. Вот, можно их вообще пить, нельзя. А, это что, это прям вот... Хотели оттестировать. Уже в пакете готовая настойка, я их приготовил. Доедем, там будем дегустировать и скажем вообще, что это. Можно... Достей бы доехали. Сегодня будем дегустировать, или в Крыму? Можем сегодня в Ростове, если до Ростова доехать. Да? Если бы так тормозить, мы все куда доедем. С сраками? Ну, со сраками. Вот главный дегустатор у нас, ребята, к которому можно. Все, теперь на каждой остановке будешь подходить к багажнику. Ребят, смотрите, вот здесь кафешка, и получается туалет душевая. Все чистенько, аккуратненько, вон туалеты. Два женских. Знаете, почему два женских? Потому что женщины больше ссор, чем духи. И душ. Видите, какой душ аккуратненький. Че счетчики? Здесь, конечно? А, вот счетчики. Вот, счетчики считают. Видишь, чтобы не обманули? Прикинь. Как выходить? Оп. Счетчики считают. Вот, ребят, кафешка Добрыня, хрен знает, на каком километре, короче. Мама, что там по ценам, мам? 90 рублей салат. Салат за цезарь. Огромная тарелка. Прям огромная. Для придорожного кафе это очень низкий цены. 40 рублей, ребят, стоит, короче, участок платной дороги для литкового автомобиля. А у нас еще скидка 20%. Ага. Вон. А, нет, день 80 рублей. 16 ночи до 7 утра 40 рублей, в днем 80. Семь до 12. Вот, ребят, смотрите, есть альтернатива. Прямо платный, вот направо, вот прямо написано, бесплатный проезд, бесплатный участок. То есть, нет такого, что платного. Можно и бесплатно ехать, но показывал этот. А вот здесь уже 120 рублей, смотрите-ка. Разные, да разные цены на участок. Что нет такого, что по платному ехать. У кого денег нет, могут уехать, показывать, ну, по бесплатному. Мне показывало на 2 часа больше ехать до Ростова. 14 часов. Так, 12, так, 14. 170 рублей легковушка, ребят. Бл***, еще один заехал, нахуй, без деньгами. Ну, что это за люди, а? Ну, заехал там платить, а он заехал без прибора. Ну, и что ты нам теперь делать? Ну, выпускаю его, что делать? Кость, или сам плати за него. Что он, без прибора? Такие чайники едут. И ездят. Я вот слышал, что вот в эти платные дороги вкладываются иностранные инвесторы. То есть, наши русские не вкладываются. Потому что это очень дорого. И это очень длинные деньги, ну, в плане того, что по отбиванию. Ну, а у них этот опыт есть за границей, поэтому они и в России так же вкладываются. Ну, удобно, да? Ну, и, короче, получается, чем длиннее дорога, тем дороже она стоит, проезд по ней. И еще раз говорю, что получается, транспондер берешь за полторушку. И вот эти 20%, то, что скидки, он, мне кажется, отбивается за туда-обратно. Поездку точно отобьется, эти полторушка тебе вернется. Так, ребята, до Ростова ровно 666 километров осталось. Проехали, получается, мы где-то около... 350 километров. 400 километров проехали, у меня кончился бензин. Ну, у тебя уже полный бак показывает сколько? 700 километров? Потому что мы топим сколько. У меня есть такое ощущение, что мы травы, штрафы, привезем очередь. У Кости, короче, полный бак показывает 700 километров, ну, проехать может. А у меня показывает 430 километров. Вы хватит дегустировать, поехали. Ты хотел ему бутылку в машину дать? Папа, ты что, выиграл огнетушитель? Да. Обмыл. Так, короче, получается, 54 литра я заправил в Москве, 57 литров я заправил здесь. Итого, получается, уже у нас 111 литров. Вот, ребята, заехали, ну, уже в Воронежскую область. Воронеж, это столица Черноземья. Откуда я это знаю? От мамы. А что такое Черноземье, мам? Не черная земля, а самая плодородная. Так, где снимают по три урожая в год. А вот, ребята, город Воронеж. Ну, вот, ребята, приехали мы в Гастро-бар Веранда на Ленинском, в Воронеже. Костя поехал в семью, и они где-нибудь на трассе, в лесочке, говорит, найдем лавочку, там поедим, потому что у них продукты все с собой. А мы не брали с собой продукты, поэтому мы поедим здесь полноценно. Вон, ребята, там шашлычок готовят, овощи, гриль, салаты принесли. Говорят, а вот, хорошо, что я заказал двойную порцию стейк из семги, потому что здесь двойная порция, это как одинарная в нормальных ресторанах. Слушай, ну вообще, у меня понятие, как семка, у меня понятие семки, это кусок стейк, а это-то не стейк, это просто кусок. Ну, это типа высокая кухня, молекулярная. Вот, ребята, что жашлык заказали? Овощи, Ваня, пасту заказал. А ты что, только салат ела? Ребят, обошлось 4 600 все вместе, вино 1600 и 3000 еда. Такой вот у нас перекус получился. Ну, не перекусы, а полноценный обед в Воронеже. Сейчас едем дальше. Ну что, ребята, поехали до Ростова, ехать нам 571 километр, 5 часов 57 минут, 6 часов, будем мы там ориентировочно в 8 вечера, ориентировочно в 20.01, время 14.00, 6 часов пути, поехали. Вот, ребята, сразу видно, что на юг подъезжаем к Ростову, 28 градусов, до Ростова осталось 499 километров. Поздравляю вас, мы разменяли 500 километров, нам осталось меньше 500 километров. Поздравляю, товарищи! Ура! А проехали мы только что 580 километров. От МКАДа. Что, осталось 200 километров? Так он все равно стоит на кольце, он тебя тормознет. Ху-у, чуть-чуть осталось. И в землю закопал, и надпись написал. Пара-два! Мы уже с ума сходили, ребята, все. Первая жизнь на 1000 километров проехал. Ничего, Костя, мотель нашел. Ребята, обзор отеля. Смотри. Что-то дебилизм, блин, не пойму. А если дочка такого мужа приведет? А вы знаете, сколько я на этом зарабатываю? Со смены, с завода, приятия, нормальную работу нашел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова